Это одна из самых молодых достопримечательностей города. Сквер пограничной славы. Уверена, далеко не всех оборовчане знают, что эта часть уссурийского бульвара называется именно так. Отдельные элементы сквера появлялись здесь в самое разное время. Сначала был установлен памятный знак, сейчас его нет, перенесли к погрануправлению. А к 90-летию погранвойск была установлена вот эта стела. Вокруг нее ритуальная площадка, где проводятся самые разные торжественные мероприятия. Ну а три года назад, когда готовились уже к 100-летию пограничной охраны в России, Совет ветеранов предложил создать целый сквер с торжественной аркой на входе и мемориальным комплексом внутри. В общем-то, это история с 2008 года, когда я первый раз приложил сюда руку, когда мы вместе с пограничниками делали стеллу, устанавливали. То есть вот с тех пор там уже и получилось мне ее приложить. То есть тогда это в составе, в общем-то, авторского коллектива. Также я работал над проектом по созданию самой стеллы. То есть, ну и сейчас уже продолжается вот этот дальнейший ход по установке и памятного знака, который у нас границ России и арка. И сам вот этот мемориал, который уже заканчивается, будем говорить, сегодняшним днем, это вот как раз четыре этих вот этапа по развитию, по отображению всех событий пограничных войск. Хабаровск – не случайное место для появления такого комплекса. С 1923 года, как только на Дальнем Востоке закончилась гражданская война и начали формироваться пограничные отряды, именно в нашем городе всегда располагался орган управления пограничной охраны всех дальневосточных рубежей. Главным мотивом, который послужил рождение этой идеи, было то, что я просто по истории знаю, что очень большие территории, где проявили себя пограничники, еще Советского Союза, ну, говоря о Западе, где была Великая Отечественная война, где пограничники приняли первые бои, очень тяжелая обстановка и сложная всегда была в Закавказье. В свое время тяжелая была обстановка на границе в Средней Азии, борьба с басмачством и так далее. Все эти периоды покрыты неувидаемой сламой пограничников. Но сегодня эти территории не на территории России. Эти территории от Советского Союза ушли, когда он прекратил свое существование. И только на Дальнем Востоке пограничники проводят свои мероприятия, чтят своих героев именно в тех местах, где и произошли эти события. Мы, как говорится, ни на шаг никуда не ушли. Мы остались на своих рубежах и продолжаем героические традиции наших отцов и дедов. В 2018-м на Уссурийском бульваре появилась арка. Если стоять спиной к Амуру, в верхней ее части можно увидеть краткую историю пограничной службы на Дальнем Востоке в виде барельефов. А если взглянуть с обратной стороны, то слева будет список всех командующих с Дальневосточным пограничным округом. А справа? С этой стороны, понимаете, ну, мы ж пограничники, нам невозможно было опустить такую тему, как именные пограничные заставы Дальневосточных рубежей. То есть на каждой пограничной заставе многие пограничники служили, многие отличились. Но были свои герои. И было так, за их подвиг, ну, воздавалось память их осуществляться. Каким образом? Их имена присваивались тем подразделениям, где они служили, где они героизм проявили. Вот и получалось, что у нас на сегодняшний день 23 именные пограничные заставы. Ну, далеко не будем ходить, мы все знаем, в Казакевичево. Вот она пограничная застава имени героя Советского Союза Богданова Александра Петровича. Только что на участок границы, где, возможно, произошло нарушение, выехала тревожная группа пограничной заставы имени героя Советского Союза Александра Богданова в Казакевичево. Майор Богданов погиб в 1984-м, он служил в Афганистане. Был советником командира части местных пограничных войск. Застава в Казакевичево носит имя Александра Богданова, потому что он был начальником этой заставы в 80-х годах прошлого века. По пограничной традиции его имя навечно внесено в списки подразделения. Его называют при каждом боевом расчете. Казакевичево – село в 40 километрах к югу от Хабаровска, в устье реки Уссури. Китайская сторона через протоку. Граница проходит в 400 метрах от часовни воина Виктора на Большом Уссурийском острове. Казаки Уссурийского казачьего округа охраняли этот участок еще 160 лет назад. Ими командовал Яков Дьяченко, будущий основатель Хабаровска. Жизнь заставы строго регламентирована. Сегодня здесь используются самые разные средства наблюдения за участком границы. Но до сих пор никакая современная электроника, никакие средства распознавания следов и запахов не смогли заменить собачьего носа. Собаки до сих пор служат на границе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот эта штука, она выглядит, знаете, как нулевой километр. Ну, у нас есть же такая на площади, есть такая в Москве, все знают, как это выглядит, и у нас вот такая же. Дима в том, что идея, в общем-то, размещения именно в этом месте, так называемого, вот этого знака, она, в общем-то, возникла из-за конфигурации вот этой арки. То есть, когда начали устанавливать уже строительство арки, подходило к завершению, не хватало в центре композиции. Хотелось чем-то подчеркнуть, да, вот этот же. Можно назвать, такая постсоветская, в общем-то, идея создания вот этих границ России с финками, с торжественностью, с парадностью. К годовщине столетия пограничной охраны в России, 28 мая 2018 года, арка оказалась недостроенной. А на праздник прилетел бывший командующий округом, пригласили почетных гостей. Они должны были подписать послание пограничникам будущего. И тогда поступили так, послание написали и подписали. И мы это послание в такую металлическую капсулу заложили и в бетон погрузили этот камень. Впоследствии, когда арка уже была вся сформирована, вот эту капсулу с закладного камня мы перенесли и вот сюда заложили там и этим элементом прикрыли. То есть она там сейчас так и лежит, да? Конечно. Когда была открыта арка, есть у нас памятник, ритуальная площадка, и мы уже стали говорить о неком комплексе мемориальном пограничной славы, встал вопрос, я его первый задал. Пограничная слава – это люди, события и герои. Где они здесь? Почти нет. Для этого нужно развернутую какую-то площадку делать. И было принято решение делать площадку, аллею. Самая главная идея, почему так было сделано, это сама идея, чтобы разместить те самые скульптурные композиции именно на пешеходном потоке. То есть именно на центральной части Уссурийского бульвара. То есть там, где как раз транзитная пешеходная связь, где люди идут, они воспринимают, читают. То есть не надо куда-то сворачивать, там, в сторонку, специально уходить в какую-то маленькую рекреационную зону, где люди. То есть это уже было бы немножко по-другому. То есть не было бы той самой вот такой парадности, торжественности. Получилась единая композиция самого мемориала. Она расположена как на центральной аллее, на центральной осью восприятия. То есть она воспринимается как с одной стороны бульвара, так и с другой. У нее сегодня нет так называемого входа и выхода. То есть она с любой стороны, к ней подходишь, она везде парадная торжественная. Дальневосточную границу охраняли и до революции. Это делали казаки Заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи Российской империи. Помимо границ они защищали только что построенную китайскую восточную железную дорогу. Именно этот транспортный комплекс стал причиной военного конфликта между Китаем и молодым советским государством в 1929 году. Дорогу вместе с подвижным составом захватила армия гомендановского генерала Джан Суэляна. Начался обстрел наших погранзастав и мирных жителей. Несколько месяцев пограничники отбивались своими силами, а затем особая дальневосточная Красная Армия и Амурская флотилия провели наступательную операцию, и статус КВЖД был восстановлен. Впервые в России, в Советской России, пограничники были награждены Орденом Красного Знамя. Потом были и другие краснознаменные, и на Кавказе, и на Западе. Это все было заслужено. Но первые, всегда бывают первыми. В 1929 году пограничная охрана Дальнего Востока впервые в стране была награждена Орденом Красного Знамя. Спустя 10 лет новое испытание. Японские войска, завершив оккупацию Манчжурии и создав на ее территории новое подконтрольное государство Манчжоуго, стали оспаривать принадлежность нашей стране территорий озера Хасан в Приморье. И в 1938 году случился серьезный военный конфликт, в котором были задействованы с обеих сторон значительные военные силы. Части Красной Армии понесли большие потери, но граница в конце концов была восстановлена, а в рядах советских пограничников появились первые герои Советского Союза. Первые пять пограничников в пограничных войсках в нашем государстве, в Советском Союзе в то время, стали героями Советского Союза. Они были награждены за события на озере Хасан. Опять первые, да? Да, первые в стране. Это важно. Ну, уже всегда было. Там первые были спасатели челюскинцев, там летчики. Но пограничники первые в стране. Вот были здесь, на Дальнем Востоке. Аллея истории охраны дальневосточных рубежей состоит из четырех блоков. Они расположены таким образом, чтобы последовательно открываться проходящим по скверу людям. Скульптурные композиции отражают главные этапы исторического пути пограничников Дальнего Востока. Довоенный период, времена Великой Отечественной, послевоенные годы и современность. Здесь она отражена в виде охраны морских границ. Рассказывая эту историю, нельзя было не посвятить отдельную композицию легендарному Никите Карацупе. На книжках о пограничнике Карацупе выросло не одно поколение советских детей. Не все знали, что это не литературный персонаж, а реальный человек, герой Советского Союза. В Хабаровск по призыву Карацупа прибыл в 1932 году и был направлен в школу служебного собаководства. Всех собак в питомнике уже разобрали, и он прямо на улице нашел двух щенков. Из одного вырос замечательный пограничный пес. Только звали его не Ингус, как в книгах, а Индус. Но из соображений политкорректности кличку собаки в литературных произведениях изменили. Кстати, индусами звали всех следующих собак Никиты Федоровича. Вы знаете, ведь он, когда работал с собакой, он запахи сам изучал. Более сотни запахов знал, различал их. А когда готовился, допустим, в своей физической подготовке, он постоянно бегал с собакой. Не просто потому, чтобы скорость там набрать. Ему важно было выработать единый темп бега с собакой. Поэтому, когда он преследовал нарушителей, которые давно уже прошли, он их нагонял и применял оружие очень точно. Он очень был такой человек, ну, скажем, постоянный. Мне легко говорить, потому что я видел его. Дело в том, что я, когда учился в Московском пограничном училище, я учился на одном курсе, мы почти в одной группе были, с его сыном, с Анатолием. Ну, естественно, отец приезжал иногда перед курсантами, выступал, и такое впечатление было хорошим. За каждым барельефом целая история. Вот генерал-майор Константин Ракутин. Благодаря удачно проведенной им в 41-м году Ельнинской наступательной операции родилась Советская гвардия. Вот командующий округом Анатолий Никифоров. Он сформировал из дальневосточных пограничников 102-ю дивизию, сразу направленную под Курск. После был замом командующего 2-м Дальневосточным фронтом, который во время разгрома милитаристской Японии провел сунгарийскую операцию и был участником Южно-Сахалинской и Курильской десантной операций. Вот герои Советского Союза. Иван Павлович, его имя носит одна из улиц Хабаровска. Василий Матронин, Петр Кагыкин. Он водрузил знамя над Рейстагом. Ну, конечно, не центральным куполом, но там же куполов-то немало было. И чтобы к тому куполу прорваться ему было со своей группой, там столько пуль просвистело над ним. Несчато. Все эти люди когда-то служили на дальневосточной границе, но позже участвовали в боевых действиях далеко отсюда и там совершали свои подвиги. А вот конфликт на острове Даманский, мало того, чтобы произошел совершенно неподалеку, так еще и в мирное время от того и гибель пограничников стала настоящим ударом. Не только для их семей, но и для всей страны. Обстановка на советско-китайской границе в районе острова начала накаляться с начала 60-х. На территорию СССР заходили китайские крестьяне якобы для ведения хозяйственной деятельности. Пограничников провоцировали и иначе, переходя границу большими группами, организуя с русскими драки на льду. Люди потрясали красными цитатниками и портретами Мао Цзэдуна. Применять оружие против китайцев советским пограничникам было запрещено. Их просто выдворяли за линию границы. Утром 2 марта 1969 года с китайской стороны к Даманскому направилась очередная группа людей. Старший лейтенант Иван Стрельников поднял заставу в ружье и отправился с небольшим подразделением навстречу. Но в отличие от предыдущих инцидентов, в этот раз китайцы были вооружены и открыли огонь. Группа Стрельникова погибла сразу, но к месту боя подоспело подразделение заставы и резерв соседей во главе с Виталием Бубениным. Небольшими силами двух групп пограничников и единственного БТР нарушителей вынудили покинуть территорию, унося с собой убитых и раненых. Вторая попытка захвата острова была предпринята китайцами 15 марта. Этот бой был более масштабным, а его исход решил вступивший в сражение дивизион установок «Град». Два из них погибли прямо в тех событиях. Это группа Стрельникова, которая вышла к провокаторам, была в упор расстреляна. Демократ Леон, начальник отряда, погиб в танке, когда пытался прикрыть их. Юрий Бабанский и Виталий Бубенин, они живы по сей день. Причем Бубенин очень активно поддерживает связь до сих пор и с институтом, который он впоследствии возглавлял, Хабаровск, он его создавал. И с нашей ветеранской организацией приезжают сюда. Последний раз виделись, мы вот 50 лет событием на Даманском в прошлом году были, мы встречались. Прошло еще 10 лет, и по решению руководства СССР на территорию Афганистана для оказания помощи братскому народу был введен ограниченный контингент советских войск. Долгое время мало кто знал, что в этой афганской войне принимали участие и пограничники. Информация была долгое время закрыта. Почему? Потому что пограничные войска были КГБ СССР. КГБ не должно было никак тут не засветиться, не вмешиваться и так далее. Но кто пропускал войска на ту территорию? Кто последним вышел из Афганистана? Это были пограничники. Пограничники вынуждены были охранять государственную границу с Афганистаном с двух сторон. Они охраняли границу у себя и отдельными мотоманевренными группами, десантно-штурмовыми группами охраняли те подходы к границе с афганской стороны. 349 офицеров и 157 прапорщиков, участвовавших в тех событиях, были дальневосточными пограничниками. Всего лишь каменные блоки, мраморные таблички, домедные барельефы. А за ними история не только дальневосточной пограничной службы, а всей страны. И вот он, современный этап. Оказывается на защиту охраны государственных границ, экономических и иных законных интересов Российской Федерации. Выпич наряда, дозор, задачи на допущение бесконтрольного нарушения государственных границ на охране участки, проверки контролирующих средств на рубеже инженерно-клинических сооружений. Пограничный ряд направо. Защиту охраны государственных границ, экономических и иных законных интересов, шагом, марш. В 2004 году начались кардинальные изменения прежней системы организации охраны государственной границы. Пограничные войска были упразднены, появилась пограничная служба ФСБ России. На границу больше не призывают срочников. Теперь здесь и офицеры, и сержанты, и рядовые работают по контракту. Не стало и бригад пограничных сторожевых кораблей. Теперь это береговая охрана. А вместе с новым названием появились и новые задачи. Охрана национальных биоресурсов. Были упразднены войсковые структуры, округа, граничные отряды, комендатуры, заставы переименованы. То есть не просто переименованы, но несколько другой функционал, другое направление стало работать. Меньше войсковой составляет, больше оперативный. Ну, а пограничная застава, она как была, так и осталась на линии границы. Хоть и называется сегодня пограничное отделение, но в скобках все равно называется пограничная застава. И на пограничных заставах, и в целом в организации пограничной службы осталось главное – традиция, их сохранение и продолжение. Опыт, наработанный десятилетиями, выкованный в боях, запечатленный во всех элементах сквера пограничной славы, передается следующим поколениям. Все делается для того, чтобы сегодняшний день, сегодняшние люди были достойны тех, о ком этот мемориал. Ну, у нас, что греха отметить, очень много по стране размещено таких типовых решений, типовых знаков, которые как бы лишь бы поставить. Может быть, кто-то по ряду причин не получилось сделать именно каких-то авторских идей, воплощить их в жизнь. Но скажу сразу, что и здесь у нас не все сложилось так хорошо, как бы хотелось бы. Но, тем не менее, на мой взгляд, это неповторимый комплекс, такого в стране нет больше. То, что сегодня, вы говорите, в этом мемориале собрано практически все события за сто лет пограничной службы, оно, как бы так, не везде это есть. Кто-то ограничился только каким-то общими символами, то есть, и поставив там один знак. То есть, ну, чтобы так это полностью было раскрыто, ну, я таких историй еще не видел и не знаю. Поэтому, вот, этим можно гордиться у нас в Хабаровске. Год 2020. Можно было бы сказать, что сквер пограничной славы полностью завершен. Все его части и фрагменты выстроены в единую композицию. Но это не так. Дело в том, что есть планы добавить еще несколько элементов вот туда, ближе к улице Тургенева. И даже перенести автобусную остановку и сделать ее тематической. Но это дело будущего, а мы говорим о прошлом, об истории. И здесь, в самом центре Хабаровска, эту историю можно как следует рассмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok